Библия Библия может сделать человека счастливым Бог Библии может сделать человека счастливым Поэтому если мы с вами каждый день открываем Слово Божие То эту книгу, которая делает нас счастливыми, можно назвать еще книгой счастья Вот об этом я сегодня с вами и хотел поговорить Потому что на самом деле поиск счастья это не что-то новое для человека Каждый из нас стремится так или иначе к счастью Кто хотел бы быть счастливым, поднимите пожалуйста руку Да, здорово Есть те, кто не поднимает так скромно, но думаю, что в душе все подняли Действительно, мы все с вами И те, кто сейчас смотрит нас у экрана своих компьютеров или телевизоров Мы все с вами стремимся к счастью И счастье ищем по-разному Кто-то выходит замуж или женится для того, чтобы быть счастливым Так? Так Кто-то поступает в учебное заведение и думает Вот поступлю в Заокский университет, точно буду счастливым И вот получается, что человек становится счастливым, когда поступает А кто-то пытается найти себе какую-то работу И думает, вот эта работа может принести мне счастье То есть, желание счастья это не что-то новое И точно так же, как нам хочется пить порою И жажда нас мучает Точно так же человеку порою хочется испытать вот это счастье Даже в церковь, когда мы приходим Мы приходим для того, чтобы стать счастливым человеком Потому что нам говорят друзья, которые уже были в церкви Пойдем со мной в церковь Потому что в церкви все люди счастливы Вот я смотрю на вас, кто-то улыбается Маски не видно Но хотелось бы видеть людей счастливыми Потому что счастливый человек, он все время улыбается Вот Степана вижу, он по глазам даже улыбается Он счастливый человек Поэтому на самом деле это очень и очень важно Бог, в которого мы с вами верим Это Бог счастья И это счастье приходит от осознания того, что Бог любит каждого из нас Очень сильно Для Него вы дороги, как сыновья и дочери Он любит нас, когда мы хорошо поступаем И Он любит нас даже тогда, когда мы поступаем, к сожалению, плохо Бог любит нас, когда мы с вами ходим в церковь И Бог любит нас даже тогда, когда мы перестаем ходить в церковь Бог любит нас всегда Он любит нас независимо от условий Его любовь безусловна Нет ничего того, чтобы вы могли сделать что-то такое невообразимое Что Бог вас вдруг стал любить И нет ничего такого, что вы могли бы сделать Чтобы Бог перестал вас любить Потому что Бог есть любовь Но если Бог нас так любит Что нам нужно сделать И нужно ли вообще что-то делать человеку Для того, чтобы быть счастливым и спасенным Да, действительно, есть кое-что, что нам все-таки нужно сделать Нам нужно поверить в этого Бога любви Вы знаете, что очень часто люди отказываются от веры в Бога Лишь потому, что люди, которые называют себя христианами Люди, которые призваны этого Бога являть своей жизнью Отображать характер Божий Отображать характер Христа Представляют Его в совершенно искаженном виде И есть очень часто люди, которые говорят Я не против Бога Я просто против Церкви Не знаю, как вам, когда вы слышите Или вдруг встречаете таких людей Но мне на самом деле грустно Потому что Церковь как раз была создана для того Чтобы представить этому миру Погибающему миру как раз Бога любви Мой прадедушка был священником А я вырос абсолютным атеистом Я уже как-то говорил даже об этом нашей молодежи в Скайдоме И на это была всего лишь одна причина Потому что моя бабушка Которая была дочкой священника Когда я вел себя плохо, говорила Будешь себя плохо вести Бог тебе отрежет ушко И когда мне было пять лет И она повторяла эту фразу И я постепенно рос с этой фразой Как вы думаете Будет ли у мальчика маленького Или у девочки Любовь к Богу Который режет детям ушки Когда ты себя неправильно ведешь Вот поэтому появляются атеисты Они не хотят верить в такого Бога Но это не тот Бог, о котором мы читаем в этой книге Книге счастья Здесь совершенно другой Бог Здесь Бог любви Который хотел бы, чтобы мы с вами были счастливыми И мы будем с вами счастливы лишь в одном случае Когда эта книга будет читаться Не один раз в субботу Когда пастор скажет Откройте, пожалуйста, Библию Давайте прочитаем текст А когда мы будем открывать эту книгу ежедневно И как видно из этого ролика Тогда жизнь кардинально меняется Мы перестаем чувствовать себя одинокими Перестаем унывать Эти зависимости, которые одолевают нас Передают, перестают над нами властвовать Эта книга Бог через эту книгу Начинает делать нас Настоящими счастливыми людьми В этой книге счастья изложены все рецепты Как быть по-настоящему счастливым Хотите быть счастливы в браке? Читайте Здесь написано, как быть счастливым И это действительно так Потому что я уже 30 лет счастливый человек Это не говорит о том, что там не было каких-то недоразумений Да, в любой семье есть какие-то недоразумения, волнения Но именно Бог Библии помогает решать все эти сложные ситуации, которые иногда возникают между мужем и женой и делают их по-настоящему счастливыми в браке Ты хочешь иметь финансовую стабильность и уверенность? Здесь есть все Здесь эта книга сделает тебя счастливым и в этой сфере твоей жизни Хочешь иметь здоровье? Здесь все принципы счастливого, здорового человека Поэтому нам очень важно обращаться к Слову Божьему Тебе трудно простить сегодня кого-либо Знаете, как иногда тяжело прощать? Очень тяжело Мне порой даже кажется, что нам легче простить человека, которого мы не очень-то хорошо знаем Знаете, так, в автобусе кто-то тебя придавил Вот, тебе стало плохо И вдруг человек говорит, извините И ты так, знаешь, спокойно его прощаешь Ничего это не стоит А когда боль причиняет самый близкий, самый дорогой, самый родной человек Как простить? Бывает очень тяжело Когда я учился в третьем классе Мой отец напился, пришел домой пьяный А он пьяный всегда любил проверять дневник Как я учусь? Есть иногда такие люди И там он заметил, что у меня стоит четверка Вот Ну и поскольку мамы дома не было, взял ремень солдатский и так Решил поучить меня жизни, третий классника У меня было несколько ушибов серьезных и перелом И я после этого просто возненавидел своего отца Он просто для меня перестал существовать как отец И прошло много лет Я поступил в семинарию в 92-м году Учусь здесь на интенсивных пастерских курсах в Велегоже И получаю письмо от моей жены Что мой отец опять напился в очередной раз Стал прикладывать руки к маме И выгнал мою сестру, 10-летнюю 12 лет тогда ей было В одной почти ночной рубашке на мороз Какое чувство может быть в этот момент родиться в сердце человека? Нормального Вот эта чаша терпения Которая росла вот с третьего класса Она была уже в этот момент просто переполнена И я так сам себе подумал Поеду, прибью его уже На следующий день у нас должен был быть экзамен У Исаака Лихомыча Клейманиса Еврейский язык Я пришел к нему и говорю Исаак Лихомыч, я завтра на экзамен не приду Я должен буду уехать домой А он говорит, что случилось? И я так сажусь напротив него И начинаю ему рассказывать вот эту историю своей жизни Вот историю своей боли Которая уже на протяжении многих лет просто разрывала меня Да, я принял Христа Я поверил в Него Я поехал учиться и учился в духовном учебном заведении Но боль такая, такая серьезная Такая тяжелая Она все время была здесь И я так ему рассказываю Он сидит напротив меня И я когда закончил Поднимаю свои глаза Смотрю, он сидит и плачет Я думаю, многие еще помнят Этого замечательного Человека Божьего И он так меня обнял И сказал Боря, поезжай Ну вначале давай с тобой Помолимся И мы с ним преклоняем колени Он помолился Я помолился И когда я встал с колен Этой боли уже не было Я поехал домой Приехал Навстречу мне Я помню Это как Вчера Навстречу вышел мне мой отец Я подошел к нему Обнял его И сказал Папа Иисус тебя очень сильно Любит Это боль Которая много лет Просто уничтожала Можно сказать Она не давала мне С ним хороших взаимоотношений Говорить сквозь зубы Просто пренебрегать им Это все ушло Потому что Слово Божие Оно может Преображать наши сердца Это слово Помогает нам Простить тех Кого простить Очень тяжело В этом слове Есть сила Которая учит нас с вами Прощение Но самая главная проблема Заключается в том В наше время Что каждый хочет быть счастливым Но мало кто читает Книгу счастья Мы хотим быть счастливыми Без Бога Мы хотим быть счастливыми Без Его Слова А это невозможно Сегодня когда Здесь стоял Рома с Олей Слава с Аленой Вам Был прочитан текст библейский Я думаю что Перед этим и пастор с вами Много беседовал Вы знаете Я хочу еще Пожелать вам быть И оставаться людьми Книги В 93 году Меня переводят Молодым Пастором в город Щекино Тульская область Мне было 23 года Я был Полтора года Как адвентист Седьмого дня И вот Меня переводят В церковь Которая на тот момент Уже существовало Семь лет Как ее открыли До этого Там был Хороший очень пастор Павел Лымарев Которого перевели В это время В Тулу Церковь была Беспастора И вот Меня перевели В Щекино В церковь 23 летний парень И я приехал В 92 году Я принял крещение В 93 году В конце Меня перевели В город Щекино И я никогда Не забуду Моего Первого Пресвитера Церкви Василия Ивановича Который Всегда Был незаметен Но который Всегда Был рядом И вы знаете Что к пастору Всегда подходят Члены церкви Чтобы задать Какой-то вопрос Библейский Узнать Ответ На свои нужды И вопросы И я помню Как Всякий раз Когда ко мне Кто-то подходил Василий Иванович Всегда стоял Сзади И человек Задает вопрос И я ему На память Еще помню Где текст написан Текст сам А где написано Нет Ну так Мы цитируем Библейский текст А он мне говорит Первый На уши Я опять Текст привожу А он всегда Был рядом Он всегда Был рядом Не для того Чтобы показать Что пастор Которую прислали Сюда Молодой Этот мальчик 23-летний Плохо Библию знает А он был рядом Для того Чтобы всегда Поднять авторитет Пастора И прийти на помощь И подсказать Важный Библейский текст Вот я хочу Пожелать вам Быть именно Такими Присвителями Поддержкой Для пасторов И хорошо Знать Слово Божье И вам Пожелать Вашей Может быть Дальнейшей Пасторской Жизни Побольше Таких Присвитеров Не бойтесь Изучать Слово Божие Следуйте Тем инструкциям Которые Здесь Здесь В этой Удивительной Книги Есть Потому что Иисус Сказал Я Есмь Путь Путь Куда Путь К счастью Путь К лучшим Замотношениям С Господом Ну а теперь Давайте Перейдем К нашей Теме Я предлагаю Открыть Послание Апостола Павла Кремленам Первую Главу Апостол Павел Пишет Римской Церкви Я ведь Не стыжусь Благой Вести Христовой Ибо Она Сила Божия Ко спасению Всякому Верующему Прежде Иудею А затем И язычнику Я Павел Говорит Не стыжусь Евангелие И все Потому что Евангелие Это сила Божия Для верующего Во-первых Иудея А во-вторых Иелина Точно так же Для белоруса Для украинца Для казаха Кыргыза Грузина Для богатого И бедного Для белого И черного Для англоговорящего И для китайца Евангелие Это сила Божия Евангелие Выступает Под единым Флагом У Евангелия Нету Государств У Евангелия Нету Границ Евангелия Для всех Поэтому Если здесь В России Нам Представляют Пастора Из Белоруссии А вы Помните Еще Пастора Из Белоруссии Да Совсем Недавно Александр Владимирович Ханчевский То это нормально Потому что У Евангелия Нету Границ Если нам Представляют Пастора Из Грузии Это тоже Нормально Потому что У Евангелия Нету Границ И если Нас куда-то Посылают В Латвию В Грузию В Армению В Украину У Евангелия Нету Границ Потому что Церковь Которая Является Церковью Божию Которая Ищет Пастора Она Принимает Любого Потому что У Евангелия Нету Границ Евангелия Абсолютно Для всех Давайте Попробуем Проанализировать Сегодня этим Утром Эти буквально Несколько Стихов Из Библии Павел Говорит Я не стыжусь Евангелия Почему Он вдруг Говорит Я не стыжусь Знаете Вспоминаю Историю Сейчас Наверное Моя жена Смотрит Нас Трансляцию И вспомнит Тоже эту историю И будет улыбаться Мы Я был пастором В городе Брянске И нам нужно Было поехать В город Стародуб И всегда Когда ты едешь В Стародуб На выезде Из города Брянска Там находилась Сельскохозяйственная Академия И ребята Обычно Мы ехали На субботнее служение Совершить богослужение И ребята Обычно Студенты Выходят на трассу И голосуют Для того Чтобы их подбросили Старозуб Новозыпков Клинцы Все по одной дороге И вот Мы едем С ней вдвоем На машине И видим Группу ребят С такой табличкой Стародуб И мы останавливаемся И я говорю Ребят Вам до Стародуба Да Пожалуйста Я вас подвезу Ну Как мы Как христиане Не можем сделать Мы всегда хотим Что-то сделать доброе Для людей Они сели Втрое ребят Сзади Мы с Ириной Впереди Почти наверное Около там Двух с половиной часов Надо было ехать Не помню Но достаточно долго И вот мы едем Я включил Христианскую музыку Она там играет Ненавязчиво так И мы едем Я молчу Она молчит И вот мы приехали В Стародуб Парни уже говорят Вот высадите нас Вот здесь Я останавливаюсь Они открыли двери Вышли И когда они закрыли двери Ирина мне говорит А почему ты им Ничего не рассказал О Христе У тебя было Два с половиной часа Ты же пастор И я вдруг понимаю На самом деле Что Мне проповедовать За кафедрой Я к тому же Уже Иван Сити программу Даже проводил В то время Проповедовать вот так На большую аудиторию Было как-то легче И на самом деле Менее страшно Чем оказаться Вот так С человеком Один на один И я как-то Стеснялся И стыдился даже И я говорю Ты знаешь Мне как-то неловко Я себя как-то Неловко чувствую Когда Они же Наверное у них Какие-то свои мысли Знаете как мы начинаем Всегда придумывать Свои отговорки там У них мысли свои Они хотели отдохнуть Они устали на учебе Им надо было поспать Эти два часа Да А Вот в этой Замечательной книге Мы читаем Проповедуй как Вовремя И не вовремя И я тогда Действительно понял Что не стоит Вообще стыдиться Павел говорит Я не стыжусь Почему Он должен Стыдиться его Когда писал Это послание Апостол Павел Римской церкви То Вообще В Римской империи В то время Насчитывалось Около пяти миллионов Рабов И вот появляется Иисус Который Начинает Проповедовать Своё Евангелие И вы помните Когда Иисус Пришёл впервые В синагогу Евангелие от Луки Четвёртая глава Восемнадцатый текст Мы читаем Что он прочитал Из книги Пророка Исаии Шестьдесят Первой главы И что он там Прочитал Дух Божий На мне Говорит Христос Для того Чтобы проповедовать Освобождение Пленных Освобождение Евангелие Несёт Свободу Поэтому Если вдруг Кто-то сегодня Находится В плену Сигарет Алкоголя Наркотиков Те кто нас Смотрят Может быть Кто-то К вейпу Пристрастился И прочей Гадости То Евангелие Может сделать Тебя сегодня Свободным Может быть Кто-то сегодня Находится В плену Телефона И интернета И даже На время Богослужения Не может Расстаться С этой Всемирной Паутиной Евангелие Может сделать Тебя Свободным Потому что Евангелие Это сила Евангелие Разрушает Цепи Рабства Потому что Христос Принёс Освобождение Пленных И не стоит Говорить Что мы знаем Евангелие Если мы Находимся В плену Чего-либо В своей жизни Если мы Являемся Рабами Чего-либо Если вы Хотите Разорвать Цепи Рабства То представьте Эту проблему Христу Бедите к Нему Упадите Перед Ним Плачьте Перед Ним И изложите То, что Есть у вас На сердце И Господь Обещает Сделать Нас Свободными Иисус Принёс Свободу И как вы Думаете Когда Иисус Провозгласил В синагоге Вот эту Весть Я пришел Дать Пленным Освобождение Как вы Думаете Кто Первый Поверил В эту Весть Кто Рабы Конечно же Рабы Для них Эта Весть Была Как будто Вода В самую Жару Эта Весть Настолько Коснулась Их Сердца Поэтому Они стали Первыми Принимать Евангелие Свободы И первая Христианская Церковь В основном И состояла Из людей Которые Были Рабами Которые Были Пленниками Конечно Были люди Более Высокой Социальной Ступени Которые Тоже Принимали Евангелие Но В том То и Была Проблема Что Люди Более Высокой Социальной Ступени Им Было Сложнее Принять Эту Весть Людям Богатым Было Трудно Придать Себя Христу В конечном Итоге Бог И их Сердца Растапливал И они Приходили К Нему И вот Теперь Они Должны Были Прийти В церковь И когда Они Переступали Порог Церкви Это Мог Быть Порог Синагоги Порог Храма То В основном Кого Они Видели Там Себе Подобных Нет Они Видели Этих Некогда Пленных Рабов И в этом Случае Некоторые Из них Наверное Стеснялись Стыдились Переступить Порог Потому что Ну как это Он себя В такой Богатой Одежде И вдруг Будет Вот В этой Аудитории Да И Сориентировались Служители На то время Да Потому что Не случайно В священном Писании Мы находим Порицание Что иногда Когда богатый Заходит Его тут же Начинают Приветствовать Побыстрее Провести Вперед Чтобы там Не стоять Со всеми Остальными Чтобы от них Там пахнет Не очень хорошо Давайте Вот сюда Вперед На самые Почетные Места И они Некоторые Стыдились Стеснялись Видимо Я так Предполагаю Что Павел Вдруг узнал Об этой Проблеме Поэтому Павел Говорит Я Не стыжусь Благой Вести Христовой Павел Был Очень Высоко Образованным Человеком Имел Двойное Гражданство Вы знаете Об этом Он учился У ног Лучших Преподавателей Своего Времени У него Была Прекрасная Профессиональная Карьера И вот Когда он Встретился Со Христом Эта встреча Перевернула Все в его Жизни Он принес Свою жизнь К ногам Христа И Павел Теперь заявляет С особой Смелостью Я Не стыжусь Евангелия Потому что Это сила Ко спасению Это сила Божия Я думаю Что Практически Все Кто Здесь Сидит Испытывали На себе Не раз Силу Евангелия Силу Благой Вести Каждый Человек Ищет Силу Разве Нам Не нужна Сила Которая Помогла Бы Спасти Нашего Сына Или Дочь Вырвать Его Знаете Из Того В чем Он Может быть Сегодня Находится И что Разрушает Его Жизнь Мы Очень Часто Нуждаемся В этой Силе Мы Нуждаемся Особенно Когда Кто-то Заболел Из близких И родных Когда Рядом С тобой Страдает Человек Который Бесконечно Дорог Твоему Сердцу Когда Мать Или Отец Видит Своего Младенца С температурой 39 И иногда В молитве Произносит Господи Лучше Пусть У меня Будет Такая Температура Лучше Пусть Я Заболею Мы Нуждаемся В этой Силе Божьей И Павел Говорит Что эта Сила Дается На Условии Очень Просто Нам Нужно Поверить В Евангелие И Второе Нам Нельзя Стыдиться Благой Вести Есть Некоторые Которые В Евангелие Верят Но Стыдятся Его Но Одно И Другое Должно Присутствовать Если Ты Веришь Евангелие То Нельзя Его Стыдиться Нельзя Стыдиться Если Ты Идешь С Библией По улице И Вдруг Встречаешь Незнакомого Человека Я видел Так Когда Люди Берут И Вот Так Делают Потому Что Они Прячут Вот Здесь Написана Библия Но Вдруг Кто-то Идет И Он В это Время Раз И Вот Так Делает Хорошая Записная Кожаная Кожаная Книжка Разве Мы Можем Стыдиться Этой Книге В Котором Секреты Нашего Счастья Нельзя Стыдиться Во что Ты Веришь Люди Хотят Получать Силу Божию Но Стыдятся И Сегодня Я Хотел Бы Предложить Вам Силу Евангелия Для Каждого Из Нас Вы Можете Разорвать Те Сети Рабства И Цепи Рабства Которые Окутывают Нас Может Быть Кто-то Находится Сегодня Как Я Уже Сказал Плену Никотина Алкоголя Порнографии Вы Посмотрите Что Делает Слово Божие Ты Уже Его Читаешь Четыре Раза В Неделю И Бог Делает Тебя Счастливым Человеком Он Разрывает И то Что Тебе Нравилось Тебе Теперь Уже Не Нравится Сегодня Ты Можешь Испытать Эту Силу В Твоей Жизни И Я Хочу Практическим Образом Показать Как Это Работает Несколько Лет Тому Назад Еще Когда Существовал Советский Союз В Одном Из Городов Украины Очень Высокопоставленные Чиновницы Женщины Я Вам Историю От Первого Лица То Эту Историю Рассказали Мне Участники Этого Необыкновенного Действия Силы Божьей Заболела Дочка Очень Тяжело Девочке Было По-моему Лет Девять Когда Она Заболела Мама Используя Все Свои Связи На То Время Она Работала На Очень Высокой Должности В Обкоме Партии Вы Знаете Что в то время Советская Обком Партия Это Очень Серьезная Организация Наверное Это Сегодня Областная Администрация Чтобы всем Было Понятно Молодежи Нашей И вот Она Использовала Все связи Она Возила По лучшим Врачам Обращалась Очень Многим Но Никто Никто Не Мог Помочь Ее Дочери И Девочка На Протяжении Уже Несколько Лет Просто Лежала Ситуация Дошла До Такой Степени Что Она Не Могла Уже Есть Обычную Пищу Ей Перетирали Обязательно Сильные Пролежни И вот Несколько Несколько Лет А Мама Этой Женщины Очень Высокопоставленного Чиновника Была Наша Сестра Адвентистка Седьмого Дня В Крыму И она Как-то Звонит Своей Дочери И говорит Слушай Ну что Ты там Так Мучаешься Давай Привози Уже Ее Привози Ко Мне Сюда Мы Здесь С ней Будем Вдвоем Я буду За ней Ухаживать Буду За ней Смотреть И мама Привезла Эту Девочку Она Уже Лежала На протяжении Несколько Лет Пять Шесть Лет Она Уже Лежала И становилось Все хуже И хуже Поддерживали Ее Жизнь И вот Когда Она Привезла Ее Мама Наша Сестричка Адвентистка Она Сказала Слушай Я Понимаю Конечно Ты Атеистка Все Но Ты знаешь Бог В Которого Я верю У этого Бога Есть сила Исцелить Твою дочь И мою Внучку Потому Что В Библии В Евангелии Есть Необыкновенная Сила Божья И я Хочу попросить Тебя Ты уедешь Но ты там Молись Тоже Как можешь И эта Женщина Тайком Стала Приходить В Различные Церкви И Просить О том Чтобы Молились За ее Дочку Она Была Православной Церкви В других Церквях Заходила А в это Время Там В Крыму Наша Сестра Подарила Девочке Помните Такие Были Синие Библии Детские И вот Она Подарила И девочка Лежит Читает Эту Синюю Библию Вот А бабушка Продолжает За нее Молиться И вот В один Из городов Приехал Известный Евангелист В том Как раз Городе Где была Эта Женщина И была Большая Евангельская Программа И мама Увидела Рекламу По всему Городу 90-е Годы Вот Реклама Большая Адвентистская Церковь Проводит Программу Проповедник Приехал И поскольку Она знала Что мама Тоже туда Ходит И вот И она Уже Просто В таком Отчаянии Была И она Пришла На Ивангельскую Программу В то Время Когда Проповедник Стоял На Сцене Она Прямо Вышла Вперед И Сказала Моя Мама Член Вашей Церкви Она Сказала Мне Нужно Молиться У меня Серьезная Проблема Моя Дочь Тяжело Больна Вот Вы Приехали Здесь Вы Такой Пастор Известный А могли Бы Вы Прямо Сейчас Помолиться За мою Дочь И Пастор Обратился Ко всему Залу Всем Тем Людям Которые Сидели На Ивангельской Программе Он Говорит Давайте Помолимся За Девочку И Все Встали На Молитву Он Помолился А в Это Самое Время Потом Когда Все Сверили Свои Часы Посмотрели По Времени День Минуты В Это же Самое Время Эта Девчушка Читает Историю О Воскрешении Дочери Иаира И она Когда Прочитала Эту Историю Она Говорит Господи Ты же Даже Мертвых Мог Воскресать Ты же Можешь И мне Помочь И Меня Можешь Исцелить И Я Очень Прошу Если Ты Можешь Это Сделать Сделай Наша Сестра Ее Бабушка В это Время Стоит На Кухне Моет Посуду А вы Понимаете Что Девочка Недвижимая То есть Ее Привезли Положили Она Лежит У нее Тоненькие Ножки Тоненькие Ручки То есть Несколько Лет Человек Приколен Постели Атрофировано Все Пролежние Бабушка Ее Кормит Перетирая Свеколку Морковку Все Это Знаете В пюре Стирая Так Она Потому что Пищеварение Нормально Не работает И вот Теперь Она Стоит Моет Посуду На Кухне И Вдруг Она Видит Как Ее Внучка Стоит В Проеме Кухни И Говорит Бабушка Не могла Ты мне Пожарить Блинчиков Как Вы Думаете Что Случилось С Бабушкой Когда Она Пришла В себя Она Увидела Свою Внучку Без Единого Последствия Атрофированного Организма И мышцы Перед ней Стояла Полной Силы Девчонка Ее Внучка И Конечно Она Сразу Стала Звонить Кому Маме И Она Говорит Берет Трубку Они Мне Рассказывали Я Был В этой Церкви Проводил Там Программу Когда В Крыму И Она Мне Она Говорит Я Звоню И Говорю Срочно Приезжай Ты Знаешь Что Случилось А как Вы Думаете Когда Мама Вот Так Она Там Дослушала Что Она Начала Говорить У Нее Уже Тут Совсем Другие Мысли Она Бросила Трубку В Самолет На Симферополь Потом Летит Быстрее Приезжает Заходит В Комнату Где Лежала Ее Дочь Постель Аккуратно Застелена Никого Нету И Она Со Слезами На Глазах Смотрит На Свою Маму И Говорит А где Она Говорит А С Молодежью В Горы Пошла Евангелие Это Сила Божия Потому Что Нет Ничего Что Иисус Не В Состоянии Сделать Для Вас И Все Что Сегодня Может Быть С Твоей Точки Зрения Кажется Просто Невозможным Со Всех Законов Физики Химии Естествознание Это Невозможно Но Для Бога Нет Ничего Невозможного Потому Что Евангелие Это Сила Для Всякого Верующего Человека Во Первых Иудея А Затем И Для Всех Бывших Язычников И Сегодня Я Хочу Спросить У Вас Дорогие Зрители Дорогая Церковь Вы Верите В Евангелие Тогда Задам Следующий Вопрос Вы Хотели Бы Испытать Силу Евангелию В своей Жизни Может Быть Сегодня Кто-то Чувствует Себя Пленником Чего-либо Не важно Может Быть Вы Так Пристрастились К сериалам Что Не можете От них Отлипнуть И Они Мешают Вам Читать Слово Божие А может Быть Вы Такой Трудоголик Что Так Работаете Что Библия Вообще Оставлена У вас На Самое Последнее Место Если Вы Сегодня Хотите Испытать Силу В Евангелии И Попросите Иисуса О том Чтобы Он Освободил Вас Кто Хочет Я Предлашаю Знак Вашего Согласия Просто Встать Кто Хотел Бы Испытать Сегодня На Себе Силу Евангелия Силу Божьей Свободы Господь Может Это Сделать Для Бога Нет Ничего Невозможного Мы Помолимся Небольшого и